Исследования наряду с нейроэкологическими. У нас в нашем институте тоже существует своя группа, которая занимается вопросами исследования памяти у независимых человек и у насеком. В нашем данном докладе, в результате данного исследования, мы исследовали участие в металлодорожных пришествах институтомата у недоносных пчелок. Недоносные пчелок также, как и все насекомые, и насекомые, и насекомые обладают таким индивидуальным явлением, как в живом мире, как в памяти. У животных она разделяется на разговременную, которая делится 10 минутой, и долговременную, которая делится 4 дней, месяцы и так далее. У насекомых, наркологическими сестра компанией являются такие структуры надплодочного танка, как гипровидные пчела. Ранее в наших работах было показано, что у недоносной пчелы, что нацессорной ранее памяти выпускаются в секторе институтомата. Это было показано нашей группой первые, и что сильно предвидело общее понимание наркологическом памяти на насекомых, нацепляющихся. Потому что рецепторы институтомата у недопустающих были причиной формирования памяти. Это очень большая группа, которую входят в отдельные разные рецепторы. Это ионодробные рецепторы, которые представляют из себя ионный канал, связанный на телегангах, и металлодобные рецепторы, которые представляют из себя всем трансминерам доменов, связанными с желудками. Обе эти группы рецепторы пропускаются на несколько внутриклеточных расставок, которые приводят к количеству изменений в поведении. В настоящий момент у них не верстающих показано наличие в одними группы металлодобных рецепторов институтомата. Первая группа через жигалки связана с способом рецепторы института. И эта группа, действия этой группы рецепторов, можно так сказать, стимулирует формирование памяти. И вторая института, связанная с администрацией фазы, и работа этих рецепторов действует на формирование памяти генеталища. Настоящий момент у нас полностью подготовленные рецепторы замазаны, изучено достаточно мало, и все данные имеющиеся, очень противоречиво, потому что разные группы работают с разными металлодиками, и сопоставить скорректно результат полученный нельзя. По нашим ранним данным, медоносные пчелы присутствуют в этой собственной металлодобной рецепторе институтомата. Они проводили поведенческие и термологические исследования и приводчили такие результаты. Наши коллеги не медлены, а также Марья Шевпухарский получили другие результаты, и они считают, что у медоносной пчелы присутствуют в этой металлодобной рецепторе, близки к рецепторам второй техникум генеталища. Однако здесь есть такая комплексная металлическая, это же что. Мы работаем, когда обучаем членового однократно в процессу нового обучениях, у них однократно. Поэтому мы не можем точно рассказать, насколько результаты наших исследований западают. Так же непонятна ситуация с молитвариатом и аспектами, потому что в данный момент здесь уже странировали длину пчелы, однако так точно не определены последовательные эффекты. Поэтому мы, целью наших исследований было выяснение наличия с опотропным генеталища, с генеталища, с генеталища группы, с головной ноской медаллодной пчелы, а также участие в генеталища рецептора формирования памяти. Для этого у нас, мы применяли комплекс подходов. В данный момент в ней, в ней радиологии широко используется по этих методах, что называется антисепс-назал. Животным вводят короткие алибиокриотиды, которые компонентальны масочной РНК, какого-то определенного гена. Это могут быть либо ДНК последовательности, либо в последнее время широко используются, так называемые, малоинтериорирующие РНК. В наших исследованиях мы использовали ДНК алибиокриотиды. Мы вводили в мозг пчелы эти алибиокриоты, и далее смотрели, как вырабатываются условные пищевые рефлексы затягивания капотка у исследуемых пчел. Также была проведена процедура РНК для определения белка и иммунодетоксинья, чтобы посмотреть распределение изучаемого белка в мозге. Результат корриденческих опыта представлен на данном слайде. Мы видим, что в той группе пчел, в котором скалоли алибиокриотидом мозг уровень облучения значительно снизился, что говорит о том, что данный алибиокриотид, типически подобранный, чтобы угнетать синтез белка рецептора данный алибиокриотид оказался специфичным, и действительно на формирование банки действуют рецепторы, которые по пчелу алибиокриотидной последовательности входны с индивидуальными рецепторами университетических первых групп. Также после поведенческих опытов мы провели идентификацию недопособствия рецепторов первой группы мозгоминоносных пчел, соответствующими имствами. И было показано, что данные рецепторы локализуются пальцем гибролинных тел. что достаточно интересно, потому что другие рецепторы алибиокриотидные они локализуются не в самих пальцах, а в клетках именно а в сроке, которые формируют пальцы. Таким образом на основании полученных данных мне сделали вывод о том, что недопособные децепторы первой группы у медоносных пчел есть и может быть это не совсем те децепторы, которые присутствуют в медицинской питающей, но они и между ими остались. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОТОН